привет ребят добрый вечер дмитрий здравствуй никита я не услышал еще раз а вот сейчас говори ребята слышно меня нет ну слышно так с бульканьями ну принципе слышно немного слышно церковь церковь да в церковь говорю схожу сейчас я церковь наш церковь работа скажу церковь быстро там кое-что и присоединюсь к этому к изучению хорошо можно хорошо конечно мы тоже церковь работаем мы же все церковь ашу ну да да если чо я так не из-за сразу присоединюсь хорошо не и не буду там кидать это хорошо сразу подключать ладно а дмитрий есть тут дмитрий не понимаю меня-то слышно хоть хорошо что тут новые люди появились но не хватает у человека одного даст бог он подключится потом дмитрия из-под италии ну хорошо начнем он там даст бог подойдет помолимся как принято православных перед всяким делом чтобы господь нам благословил сегодня наше собрание царю небесный утешителю души истины и же везде и сын и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прииди и вселись одни и очистины от всяких скверны и спаси блаже души наши господи отец наш небесный ты сегодня собрал нас в этот вечер для чтения твоего слова прибуди с нами сделай нашу беседу благословенной ответь на наши вопросы что получили назидание ибо мы собрались здесь исполнять твою волю святой ибо сам ты сказал что если будем ходить во свете как ты во свете то будем иметь общение между собой и мы исполняя этого обетования и мимо общения между собой не дай нам уклониться ни налево ни направо вы следует в описании хвала тебе отец и святой дух аминь так включая демонстрацию экрана еще раз примерно регламент который составил покажу что так мы проводим занятия в субботу воскресенье но время тут мне он поставил она и все изменяется постоянно такого времени чтобы прикрепленного нету вот сегодня вообще в пол восьмого собрались по киеву дмитрий приветствую мы уже помолились так что присоединяйся так нам повторяю что чтение евангелия от матфея столкование блаженного феофилакта и комментариями игнатия тихоныча лапкина далее вопроса говорит один человек и говорит не более пяти минут никем не перебиваемый как закончить то говорит у меня все или я закончил и так далее и убедительная просьба всех участников чтобы имели собственные имена и фотографии и подготовились прочитав первую главу евангелия от матфея а дальше вместо писания которое нам вот призывает к этому вот собранию исследовать писание подумайте через них иметь жизнь вечную что все писание бога вдохновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности 2 тимофея 3 16 дальше 1 тимофея 4 16 вникай в себя и в учение занимайся им постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя что интересное слова которые серафиму саровскому приписывают что якобы он сказал что стежи дух мирен и спасутся вокруг тебя тысячи тут тут если брать по слову божью написано именно вникай в учение и только так поступает и спасешь и слушающих тебя ну это не исключает что ты будешь мирным изучая писание ну так слову так хорошо значит мы считаю считаем евангелие от матфея 2 13 событие которое происходит у нас прошлый раз мы читали о том как ирод послал истребить всех младенцев вифлеем там в пригород его безумие а ангел господин начать иосиф уявился и что значит дальше следует евангелие от матфея 2 глава 13 стих когда же они отошли все ангел господень является во сне иосифу и говорит встань возьми младенца и матерь его и беги в египет и будь там доколе не скажу тебе ибо ирод хочет искать младенца чтобы погубить его толкование блаженного феофилакта вот для чего бог попустил деве быть обрученную здесь видно что это сделал бог дабы иосиф внимательно заботился о ней бежит господь дабы уверовали что он и истинный человек ибо если бы он попавший в руки ирода не был убит то подумали бы что он воплотился призрачно бежит во египет дабы осветить его особенно два места были гнездом всякого нечестия вавилон и египет и так от вавилона он принял поклонение через волхвов а египет осветил собственным присутствием будь там до тех пор пока не получишь повеление от бога и мы ничего не должны делать без воли божией заметь безумие человека желающего взять вверх над волей божию ибо если родившиеся не от бога то чего боится если же от бога то как может погубить его конец толкования вопросы комментарии замечания михаил миша ты сейчас здесь да только не видно экрана твоего рабочего стола я вижу только тебя правда сейчас ты не видишь текста самого что я читал нету не видно вот иначе вот так теперь по ходу видишь хорошо сказал сразу говорить если какие-то неполадки значит прочитали мы о том что явился ангел господень во сне иосифу и сказал стань взять младенца и матери его и беги в египте что интересно да явился именно иосифу а не марии понятное дело бы мужчина был патриархальном обществе главные в семье и от него исходило всякое повеление всякое действие если бы сказала мария бежать египет об этом уже может и послушался бы раз уже до этого явился ангел и сказал ему что зачатая в ней вся духа святого то бы и поверил ей ну раз ангел начал являться иосиф он продолжил именно иосифу и являться причем во сне так и бежат бегут они значит египет да что интересно как они там египте куда бежали где останавливались тоже нужно понимать муж какая гостиница была наверняка там были какие-то еврейские поселения евреи все-таки жили не только в пределах израиля видимо других странах имели там свои общины это такой очень народ дружественный был и там наверняка иосиф имел каких-то связи возможно чтобы там какое-то время пожить пока не минует опасность значит отправился во египет хорошо дальше евангелие от матфея 2 глава 14 15 стих он встал взял младенца и матерь его ночью и пошел в египет и там был до смерти ирода да сбудется реченое господом через пророка который говорит из египта возвал я сына моего толкование иудеи говорят что это сказано было о народе изведенным из египта моисеем отвечаем о народе это сказано прообразовательно а истина исполнилось на христе при том же кто есть сын божий уже ли народ поклонявшийся идолу вал фигуру и стуканом или истинный сын божий творивший чудеса такие дела еще одно пророчество которое исполнилось на христе очень интересная тема была на сайте asboco.ru там есть православные тесты и там был вопрос сколько пророчеств исполнилось на христе и там действительно такие места писания которые не я все знаю потому что пророчество исаи 7 главе где сказано все дева во чреве примет родить сына нарекут имя ему иммануил это это все знают о том что такие пророчества христе что будет предан за 30 серебряников я вот точно не помню какого порока это сказано тоже присутствует и что интересно пророчество об этих 30 серебряниках оно было сказано до этих событий может за 500 лет до 500 лет может не меньше даст до случившихся и нисколько курс не поменялся как стоило 30 серебряников да курс таки остался за цену раба если не ошибаюсь сказано то есть менялись цены там где залез за камень за рыбу там за все а это 30 серебряников как было таки осталось чтобы именно на христе исполнилось настолько твердо слово божие настолько крепко его обетование что ничем его не изменишь вот если так написано в библии то обязательно это избудется вот чего не хватает тот современным нашим людям и среди многих и православным христианам понимать что значит священное писание как сказано у евангелиста матфея что христос говорит не знаете ни писания не силы божий это евангелие от матфея 22 глава то есть получается как это не знали писание христос обращался к настоящим книжникам фарисеям которые писание это знали очень неплохо даже сам апостол павел своих посланиях неоднократно приводит выдержки и священное писание немножко произвольно недословно но тем не менее этим не менее христос говорит что не знаете ни писания не силы божии значит и читали написано и не не видели имели глаза не видели уши не слышали вот о чем нужно молиться чтобы господь именно отверстном уши и глаза к разумении писаний так так вот я не знаю сейчас уже так а вот 22 глава 29 стихи в англии от матфея иисус сказал в ответ заблуждаетесь не зная писание не силы божией зная писание мы бы знали тогда силы божией что нам можно на бога положиться было практически вот как бы абсолютно полностью ничего не боясь как господь нам повелевает так и поступать остальное отдать направлено волю божию чтобы он это все исполнил но человек немощный где-то боится выполнить я вот общаюсь с друзьями у нас слава богу сейчас присутствуют ребята все все с бородами что удивительно и дмитрий михаил там не знаю кто то еще как там таких людей то редко встретишь а вот на работе как там нужно быть бритым не знаю борода это все таки не шутки борода конечно не спасает сама по себе мы то понимаем что бороду многие кто носили люди это неверующие но для целостности образа это обязательный предмет совсем не воловажный борода это показатель твоего внутреннего мира если от избытка сердца говорят уста то что говорить уже внешности внешность выражение этого внутреннего состояния если ты живешь с этим миром грешным прелюбодийным ты подражаешь этому миру всем пользуешься там одеколонами там шампунями разными кремами даже мужчины опускается там бороду стригут рубашки заправляют штаны буди мелочи так важно хорошо вернемся тогда чтению где то тут значит еще сбылось одно пророчество из египта возвал им сына моего вот какой-то порог интересно сказал пробую сейчас найти если сохранено точно какой порог это сказал а также новый сейчас ветхий завет сейчас минутку раз открыл нет такого дословно нет конечно но тем не менее кто-то сказал не будем искать тогда продолжим дальше евангелие от матфея 2 глава 16 стих тогда ирод увидев себя осмеянным волхвами весьма разгневался и послал избить всех младенцев вифлееме и во всех пределов его от двух лет и ниже по времени которые выведал от волхвов толкование как фараону бог посмеялся через моисея так и роду посмеялся через волхвов так как оба они и ирод и фараон были детоубийцы фараон потому что убивал в египте еврейских детей мужеского пола а ирод потому что избил детей вифлеемских разгневался на волхвов за то что призрели его и не возвестили ему о родившемся царе которого он хотел открыть и умертвить посему и велел избить всех младенцев дабы вместе с ними убить им помазанного для чего же попущено избиение младенцев для того чтобы обнаружилось злоба ирода притом младенцы не погибли но сподобились великих даров ибо всякий терпящий здесь зло терпит или для оставления грехов или для умножения венцов так и сие дети больше увенчаны будут именно так книги открытым оком игнатию тихону еще кто-то и спрашивает а за что прославляет вифлеемских младенцев они же ничего не сделали игнати хорошо ответил что они говорит что они стали мучениками только не за христа а из-за христа кто понимает меня стали мучениками из-за христа и были все уничтожены так вопросы комментарии миша давай вопрос какой-то придумай почему именно да почему ангел звезда которая была ангельская сила привела волхвов сначала к ироду а не сразу к младенцу иисусу ведь если бы ирод а не узнал об этом бы об этой звезде волхвов то бы не случилось бы тогда тех событий дальнейших что уничтожение младенцев вифлеемских но господь это сделал именно по своей так сказать обезоруживающей доброте и любви привел звездою волхвов именно к ироду сначала чтоб ирод узнал чтобы может быть ирод возрадовался или покаялся но раз ирода сердце ожесточилось то господь нисколько не виноват в том что дальше произошло потому что господь есть праведенный свят а только люди бывают подвержены таким вот грехам господь тут совсем ни при чем как однажды мы сидели на работе там столовой там один парень сел со смены что-то мы разошли разговор о боге вот люди грешные но я отвечаю что люди не всегда были грешные что первый человек был прекрасен и прихопадение согрешили значит и они были получается не безгрешными получается бог создал то получается адаму и еву уже какими-то греховными раз они подались искушению да и отпали от бога но это безумные мысли человек который совсем не знает бога господь не мог так поступить они согрешили именно не потому что они были греховны чем-то как-то адам и ева а потому что имели свободу и были не искушенные во грехе были простые не имели опыта греховной жизни как это плохо отпасть от бога что пока я не к нему возвращаться и потому лишь согрешили чтобы для всех это стало как бы уроком ну а дальше все события мировые это уже домостроительство божие уже последует но они согрешили не потому что были греховные потому что имели свободу и не знали что такое тяжесть греха нужно всегда уметь как ответить разного рода провокатором или не отвечать им как сказано в писании не отвечает глупому по глупости его чтобы не сделаться мудрым в его глазах но отвечает глупому по глупости его как там сказано чтобы он не стал мудрым в глазах твоих вот так вот иногда можно не ответить иногда можно и ответить но почему златоуст часто свои проповеди приводит откуда самая большая вот причина у людей почему они не не хотят верить в бога или вот не следует за богом потому что они уторопщат на бога по войне с каким причинам главное почему значит страдают люди невинные почему значит преуспевает в этой жизни очень часто люди значит грешные безбожные разве бог если праведен он такой бы мог попустить значит бог там какой-то не такой или вовсе нет его вот такие рассуждения идут у них нет большого ума который не просвещен покаянием потому что прежде чем входить в богословие своим умом нужно пройти самому через покаяние через настоящее обращение ко христу потому что когда ты сам поймешь что ты именно ты погибший человек есть грешник конченный которому предстоит вечное мучение что он всю жизнь оскорблял бога своими делами поступками и против ближних и против родственника против бога то ему будет не до того чтобы там судить кого-то там или бога он будет каяться только о своих грехах а потом господь дальше по мере духовной жизни будет ему открывать что-то уже суд новое а те люди которые еще не прошли через покаяние и не познали милость христа им богословствовать вообще никак не следует потому что они все писание извращает только себе на погибель так вот комментарии какие то есть у меня слышно да 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 никит я вот послушал так вот то что говорю сейчас вот очень с тобой согласен сам пережил это все действительно тут ты прав действительно это подтвердить всякий рожденный от бога что прежде чем судить о чем-то духовном нужно самому сначала стать духовным как сказано апостола павла что мы люди духовные судим обо всем а нас никто судить не может кто-то пусть теперь знаток писания которые любят говорить что он не судите не судите очень часто говорят есть такие люди они совсем писание не знают это слово судить что она себе заключает и какие имеют в библии места если написано апостола павла коринфянам что если к вам войдут написано люди неверующие услышат вас там пророчествующими то не упадут ли они говорит а то он написано человек который водит ваше собрание то он всеми обличается всеми судится и тогда после этого не упадет ли он говорит среди вас там на колени и не скажет истинно с вами бог получается судится всеми ну судится не как бы осуждается судится именно о его греховной жизни вот что имеется ввиду что умилительно наблюдать именно протестантских церквях такое часто бывало у них через это и происходит интересный момент когда человек прям вот на собрании общем он выходит там и перед всеми произносит свое исповедание грехов и принятие христа потому что он приходит туда и видит людей совсем других людей другие лица другие песни конечно это там понятное дело что не без духа божия и тогда это касается сердца и вот тогда происходит у него покаяние потому что он всеми обличается всеми судится просто сон своими мыслями видишь то он не такой как они и мог охота приобщиться к этим людям к этому святому вечному богу тогда он приносит покаяние что сделать православной церкви такого первоапостольского маневра совсем невозможно у нас если церковь зайдешь то где ты будешь обличаться кем ты будешь судиться ты никому не нужен практически никому не интересен ты можешь ты хотите уходить пойти в один храм другой 5 10 тебе на едва ли кто-то подойдет конечно и скажет что-то хорошее ладно это и так все знают евангелие от матфея 2 глава 17 и 18 стих тогда сбылось реченное через пророка еремею который говорит глаз в раме слышен плащ и рыдание и вопль великий рахиль плащет о детях своих и не хочет утешиться ибо их нет толкование дабы кто не подумал что избиение младенцев случилось без воли бога показывает что он знал это наперед и предсказал рама занимала возвышенное место в палестине как и самое название ее означает высокая и досталось в удел колену вениаминову вениамин же был сын рахили арахиль погребена в вифлееме пророк называет вифлеем рахилью потому что она погребена была в нем плач и рыдание были слышны в раме то есть на высоте говорит далее пророк рахиль то есть вифлеем еще одно пророчество христа или если угодно бога иеговы савофа еще одно сбылось еще не успел христос войти в силу и возраст уже на нем сбылось множество пророчеств и что интересно только лишь начиная изучая писание мы понимаем что библия книга не просто какая-то от посторонней или отстраненной жизни это реально живая книга который господь сохранил через своих людей что она она уже есть библии пророчества которые сбылись уже есть которые еще сбудутся эта книга она наше описание священо только в тот день станет скажем так не нужно как сказано писание его в тот день и знанию праздниться и и все останется любо видно только последний день когда христос придет последнее пророчество о приходе христа о котором он на себе говорит что последние времена я времена явится с ангелами и соберет людей от края с края на суд божий это последнее пророчество библия она только закон закроет библию окончательно а пока библия жива и на всех на нас действует еще даже не родились те младенцы которые были побиты иродом а уже них было предсказано что так случится но опять же что это не по злости бога сказано было сделано лишь потому что по воле человеческой по его свободе господь лишь предсказал через пророка это событие которое сбудется но люди которые это исполнили они тоже имеют свое пророчество и что интересно на каждом из нас должно сбыться пророчество избранные мы не избранные ко спасению вписаны ли в книгу жизни пока мы живем сейчас мы находимся как бы тоже на страницах библии лишь только когда умрем мы исчезнем из страниц библии потому что каждый из нас можно сказать так или иначе тоже участвует в этих событиях библейских в этих пророчествах которые сейчас происходят это все библии сейчас еще происходит так ладно считаем дальше я все сказать что-то спросить нет продолжаем евангелие от матфея 2 глава 19 20 стих по смерти же и рода все ангел господень во сне является иосифу в египте и говорит стань возьми младенца и матери его и иди в землю израилеву ибо умерли искавшие души младенца толкование горькую кончину имел ирод он изверг свою нечестивую душу быв поражен горячкою болью в животе водяной в ногах гниением тайного члена порождавшим червей одышкою трясением тела и судорогами не говорит беги но и иди потому что страха уже не было конец толкования на исторических источниках хотя мы знаем что именно священное писание является самым верным историческим источником а если так люди мы мозги не дурманили то мы бы знали что вплоть до какого-то там может быть ну я не знаю до девятнадцатого семнадцатого века других то каких-то источников то не существовало до были там записи там гомера может какого-то там или ада всяких философов там каких-то военачальников китайских но именно исторической книгой является именно священное писание единственным может одно из немногих вообще исторических книг которые сохранились на нашей земле потому что если взять другие источники больше нигде ну я не знаю таких вот не сохранилось таком качестве и с такой с такой детальностью может где-то какие-то записи о шумерах там о вавилонском царстве осталось но там все какие-то раскопки какие-то таблички глиняные какие-то там саркофаги захоронения там надписи находят артефакты там окаменелости исследуют там пытается восстановить а именно библия вот господь так сделал что она сохранила вот такое ведение причем поименно с книги бытия начинается что тот-то родил то того-то родил того-то и по именам по именам и дальше книгах мы видим что четко там прям чуть ли не родословное там до адама прослеживается евангелие от луки там это хорошо все видно поэтому когда начинает нам что-то там говорить по такому поводу что вот и биби там история ничего там не знает подробно христе об ироде там это все пустяки никто бы серьезно этих людей не принял бы там лет сто назад даже может быть люди не верующие а сейчас сатана воздвиг своих людей которые ведут борьбу с богом пытается библию там как-то вот всячески унизить принизить но до сих пор я смотрел список священное писание находится на первом месте самых читаемых книг вот в десятке самых читаемых книг на земле за всю историю именно священное писание как бы не казалось для многих людей которые живут вокруг нас это абсурдным потому что они думают на кто-то верующих то может быть там немного для дураки обманут этом церкви обманывают там папы их там все манипулируют мы-то безбожники знаем что все не так работает но как бы это мы не говорили все равно верующих людей тоже огромное количество на земле кто-то больше кто-то меньше кто-то может быть там другой какой-то там ереси кто-то другой секты но более на трех миллиардов экземпляров библия там где-то распечатано было и постоянно происходит и люди везде там читают и и католики их как никак и православные читают священное писание верят в него верят именно в писание в творение земли богом в творение окружающего мира господом что именно господь создал а не какая-то там причудливая большой взрыв потом эволюция там динозавры там ихтиозавры и пошло поехало 250 250 миллионов лет назад жили там какие-то там аллопозавры аллозавры жили не жили для на спасение оказалось что влияет это даже то что не как когда он бывает и негативно потому что я грешным делом свое время я же чадо 20 века тоже я не знал откуда произошли люди зачем мы живем ну так вот я принципе видел что вот картинка идет там обезьяна идет там потом следующего за ней такая повыше обезьяна потом волосатый меньшего потом брат типа как уже человек с копьем идет вот вот такую обманку вели в сатана вел в мир что оказывается тысяч тысяч семь тысяч там четыреста семь тысяч пятьсот лет люди как-никак знали что мир сотворил господь а тут за сто лет оказалось что вот этот рисунок с обезьяной который выпрямляется все больше полный рост конце концов то найдет там с копьем человек какой-то там кроманьонец я не разбираюсь там гомосапиенс какой-то никто этого не знал и люди грешные негрешные все одинаково верили в бога это сейчас могут там размышлять безбожники что раньше люди дремучие были ничего не знали они были глупые грязные немытые больные жили по 30 лет короче и все такое мы зато час просвещенный 21 век у нас есть такие преимущества посмотрите как мы развиваемся теперь у нас гамма парады идут вам по всем странам у нас толерантность у нас теперь нету бега нету негра нету ничего это все продвижение идет к царству антихриста потому что человек живущий в мире безможном он даже не понимает каком находится он сумасшедшим заблуждение когда он живет стихиями этого мира у него все хорошо я часто вместо писания вспоминаю где сказано что как было в одни ноя люди ели пили женились выходили замуж так будет написано и во дни пришествия христа внезапно то есть не просто там как-то человек что-то там где-то чувствовал там или приближалась комета к в кино там все больше комета приближается к земле и люди знают что вот там комета приближается вот что-то нужно делать посылать там взрывать ее нет моментально кто-то где-то будет сидеть на туалете кто-то будет ехать в метро кто-то будет грешить кто-то будет молиться и внезапно в одну секунду придет христос и все мировая наша страница захлопнется и начнется суд божий и все там высокомерные речи гордости безумия людей будет постромлены в один момент нужно лишь только нам как написано послание кривлина 16 глава 4 стих что все что было написано прежде написано нам наставление дамы дабы мы терпением и утешением из писания черпали надежду вот что писание нужно нам именно для того чтобы иметь терпение и утешение такие мои мысли кто-то хочет возразить нет судя по всему никто продолжаем евангелие от монфея 2 глава 21 23 стихи он стал взял младенца и матери его и пришел землю израилеву услышав же что архиллай царствует в иудеи вместо ирода отца своего убоялся туда идти но получив во сне откровение пошел в пределы галилейские и придя поселился в городе называемом назарет да сбудется речения через пророков что он назареем наречется толкование ирод оставил трех сыновей филиппа антипу и архиллая архиллая назначил царем а прочих тетрархами то есть четверто властниками четверто властниками иосиф убоялся идти в землю архиллая то есть в иудеи потому что и архиллай подобен был отцу своему галилея была земля не израильская а языческая посему иудеи смотрели на ее жителей с омерзением как же лука говорит что господь пришел в назарет спустя 40 дней по рождении то есть после того как принят был симеоном а мотфей здесь говорит что он пришел на заряд по возвращении из египта знай что лука сказал о том о чем умолчал матфей лука говорит что господь проведший по рождении своем 40 дней пришел на заряд а матфей повествует о том что было между сим временем то есть господь бежал в египет и потом из египта возвратился в назарет и так они не противоречат друг другу лука говорит о прибытии в назарет из вифлеема а матфей о возвращении в назарет из египта он назареем наречется какой пророк говорил о всем этого не находим ныне ибо по нерадению евреев и по причине частных пленений частых пленений много пророческих книг погибло впрочем может быть это пророчество известно было иудеям и по преданию назарей значит освященный поскольку же христос свят то прилично назывался и назареем ибо святым израилем господь называется у многих пророков так дальше вот события о том как христос вернулся нельзя сказать что на родину к себе галилею а в галилее написано жили язычники земляне израильская язычника языческая посему иудеи смотрели на ее жителей с омерзением опять интересно как господь хранил иосифа человек уже был совсем не молодой на руках у него была жена ребенок даже сейчас имея автомобиль посадить туда жену ребенка это сколько хлопот нужно ехать там остановиться там ребенку в туалет там машину заправить на к поесть нужно дальше ехать там все отдыхать пути она раньше все вот сосликом человеку же там может лет 80 или 90 был иосиф к тому времени пришел страну галилейскую кто там опять были там родственники откуда деньги у него были об этом вообще ничего не сказано где он взял деньги на жилье где поселился кем работал опять в этом возрасте как-то господь хранил видать столько было событий которые в евангелии не вошли интересных жизни христа но нам осталось только то что имеем самые так сказать общие черты которые вот нам должно знать именно евангелие описаны просто исполнение пророчества практически каких-то детальных событий не написано а именно библия про библию еще сказать кому-то евангелие от матфея 3 глава 1 2 стих в те дни приходит иоанн креститель и проповедуют в пустыне иудейской и говорит покайтесь ибо приблизилось царство небесное толкование иоанн послан был от бога для обличения иудеев дабы они познав свои грехи покаялись и таким образом приняли христа ибо кто не сознает своих грехов тот не приходит в покаяние иудеи были горды посему иоанн побуждает их к покаянию царствием небесным называет первое и второе пришествие христа и добродетельную жизнь ибо если мы живя на земле ведем себя по по небесному живем без страстей то имеем царствие небесное конец толкования михаил ты как человек учишься в семинарии как покаяние там звучит по-еврейски какой смысл имеет и проходили вы этого метана и по гречески это по гречески до меня не оба изменение ума а вот это мы будем сколько я знаю евангелие от матфея было написано именно в матфея кажется на арамейском языке то есть на родном языке для иудеев остальные три евангелия на греческом вот еврейским языке от слова покаяние что но сначала я знаю что еврейским языке слышал там там интересные лекции еврейские что у них слова вера и она является как бы глаголом то есть вера действие это какое-то живое вот событие очень полезно бы нам тоже иметь бы нас можно называться верующим или кем-то но совсем им не быть а у них именно вера и действие это как синонимы или не как синонимы это как нечто вот одно и то же а вот именно покайтесь вот что имел ввиду иоанн креститель ну дальше об этом будет сказано конечно когда начали спрашивать его что делать воинам он сказал это евангелие от луки воинам сказано говорит он не берите лишнего да не обижайте людей да что там сказал мытарем мытарем сказал да не брать сверх того что положено воинам допустим не обижать людей потому что военная служба человека делает таким грубым и он может причинять неудобства потом другим людям сказал что имеешь одежду там одну отдай другому и вот очень многое могут церковники использовать эти слова что но рассказал же он христ этот иоанн креститель воинам то не сказал же он воинам оставьте свою воинскую службу нету сказал им что они они обижайте лишний раз кого другого но понятное дело потому что иоанн креститель был духоносный проповедник и он говорил то что было от бога некоторым людям не всякому полезно будет сказать напрямую что твоя служба который ты несешь она имеет риск быть такой что ты можешь и убить человека а зачем тебе это надо вот в эти мог бы иоанн креститель сказать так что оставьте оружие ибо написано в писании где-то где апостол павел говорит про христа что не мстите возлюбленные да мне возмездие я воздам то есть возложить всю упование на бога да сложить всякое оружие всякие упразднить воинские подразделения милицию полицию оставить если бы он креститель начал так проповедовать настолько прямо то люди бы не поняли его что это за что это такое даже и христос напрямую так не говорил потому что люди не готовы были слышать и многие современные люди именно поэтому не могут слышать настоящую проповедь о христе даже священники и православные они напрямую евангельские слова вообще не принимают настолько они не готовы еще люди что им самим еще надлежало бы учиться а не учить других потому что даже те слова апостола павла коринфянам изначально когда христос сказал ученикам что есть копцы от рождения есть такие которые были оскоплены людьми есть и которые сами себе сделали скопцами а в другом месте говорит что и еще многое должен сказать вам но вы не можете вместить христос много чего мог сказать но люди не могли вместить именно не хватало им сердца и ума понять этого высокого звания поэтому иоанн креститель проповедовал покаянию такому-то подготовительным покаянию христовому и раз он не сказал воинам что воинская служба теперь христианину не вообще не нужна это не означает что христианин может служить где-то в полиции знаете их иначе так и говорил что он не представляет такого чтобы можно было где-то работать в полиции настолько это такая система который с одной стороны конечно охраняет порядок и нужна нам но с другой стороны работает там да и и быть не запачканным во грехе практически невозможно даже самый какой-то там рядовый ппс ник который там улицу патрулирует это имеет риск каким-то стать взяточником или каким-нибудь то вымогателем или еще кем-то там кого-то прибить нечаянно даже там по работе дубинкой там убить очень высоко звание христианина очень непостижимо я смотрел значит отрывок там проповедь какая-то цель ну секта и там дядька выступал такой сильный такой дядька такой высокий потянутый такой худощавый там уже в лет за 50 ему виду что военный и он рассказал свою историю покаяния что он работал где-то там в россии начальником тюрьмы какой-то много лет был обычно безбожником и тут где-то он услышал проповедь там о христе там читали в камере и в конце концов он покаялся и что после этого он остался там служить на этой работе то понятное дело что верующему человеку там в этих заведениях делать нечего положись на бога ищи другую работу займись другим делом а очень многие люди держатся за то что может и не надо хорошо матфея значит идет речь о покаянии ян креститель говорит покайтесь ибо приблизилось старство небесное покаяние как изменение ума настоящее покаяние это не просто оставить грех ну и делай добродетель об этом пишет пророк давид что прекрати делать зло и делай добро и ищи мира и следуй за ним то есть быть верующим это не просто не грешить это иметь дела добродетели соделанные в духе святом именно те светильники духа которые приводит в прище христос евангелие от матфея 25 глава про десять дев и светильники очень часто можно услышать от безбожников ну от людей неверующих а что я но я особо не грешу я не убью не ворую до никого не убивал ничего такого не делал то есть пусть себя этим не утешает потому что награда существует не только для тех кто не делает зло а тех кто делает добродетели немало просто того что ты не грешишь требуется еще и жить в вере аллилуйя так матфея 3 глава 3 стих ибо он тот о котором сказал пророк и сая глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези ему и сая сорок один три толкование началось путем называет евангелие а стезями законные учреждения посему как бы так говорит будьте готовы к евангельской жизни и законные заповеди творите право то есть духовно ибо прав дух еще раз почитаем толкование путем называет евангелие а стезями а стезями законные учреждения посему как бы так говорит будьте готовы к евангельской жизни и законной заповеди и творите право то есть духовно ибо правду кто из вас объяснит о чем речь толкователя о чем речь ионокрестителя расскажите я не понимаю ну что путем называет евангелие евангелие переводится как благая весть то есть надо жить благовествую я так понимаю я так еще думаю что благовествую не просто словами конечно же и о жизни своей то есть путем приготовьте путь господу путем называет евангелие приготовьте благовестия господу ну кто мне объяснит о чем речь идет если написано путем называет евангелие а написано приготовьте путь господу то есть почти как приготовьте евангелие господу ну это уж так толковательно написал для нас неумелых чтоб имеется ввиду в самом деле что евангелие тогда еще не было понятия хоть было много проповеди и христос говорил проповеди и все прочие проповедники но что значит евангелие и даже что интересно апостолы проповедовали ходили это описано в матфея 10 глава как посылал христос по двое апостолов ну они проповедовали то проповедовали о царстве небесном проповедовали покаяние ну а сами это они понимали хоть что они проповедуют по большому счету они даже до конца то и не понимали ибо христу не верили и постоянно какие-то глупости совершали кто там просит сядем по правую руку сядем по левую руку о тебя просят мать чтоб ты передала кто из нас больше спрашивает кто иной раз какая-то деревня не принимала проповеди они христу говорят только скажи мы на нее огонь с неба сведем уничтожим ее вот такие были ученики еще не просвещенные но путем называют евангелие но евангелие на самом деле люди только приняли то со схождением святого духа в день пятидесятницы поэтому называют евангелие приготовьте путь господу прямыми сделать истези ему путем называют евангелие миша есть какие-то мысли как понимать это толкование блаженного феофилакта ты здесь хоть миша михаил ты тут нет никого ну хорошо стезями законные учреждения посему как бы так говорит будьте готовы к евангельской жизни ага и законные заповеди творите право то есть духовно ибо прав дух как тяжело жить духовно нам людям если всегда на первом месте часто стоит плоть ответить на обиду обидой там или на на оскорбление оскорблением на раздражение гневом это все у нас присутствует но это все не правы дела потому что не духовные человек духовный он действительно знает как себя вести в какой ситуации ибо прав дух ладно читаем дальше евангелие от мотфея 3 глава 4 стих сам же иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих а пищею его были акриды и дикий мед толкование иоанн располагал покаянию и словом и самым видом своим ибо носил одежду плачевную говорят что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым он чист потому что отрыгает жвачку и нечист потому что имеет нераздвоенные копыта так как иоанн приводил к богу и мнимо чистый народ иудейский и нечистый языческий и был срединой между ветхим и новым заветами то он и носил одежду из верблюжьих волос все святые в писании представляются опоясанными как непрестанно пребывающие в труде ибо нерадивые и преданные чувственности как например сарацины не опоясываются они представляются опоясанными кожаным поясом как умертвившие в себе страсти плотского вожделения потому что кожа есть часть мертвого животного некоторые думают что акриды суть верхушки травы которая иначе называется мелагра а иные разумеет под сим дикие яблоки под диким медом разумеется мед диких пчел полагаемый ими в деревах и между камнями вопросы я хоть посмотрю кто такие сарацины и почему они написаны чувственные михаил ты здесь миша 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 дмитрий ты меня слышишь я тебя слышу на ты меня я тебя тоже слышу больше никого что-то не слышно может там человека встречает который хотел прийти еще может так я отключаю микрофон да отключаю отключаю у тебя там хорошие наушники все равно так это закроем как будто тут аж три человека итак кто такие сарацины которые названы в толковании чувственными которые не носят пояса могу увериться что наверное не каждый из вас пояс носит хотя кажется на дмитрий видел пояс сарацин латинской сарацине древнегреческие восточные люди арабы народ упоминаемый древнеримским историком 4 века амианом марцелином и греческим мужченным птолемием кочующее племя разбойников бедуины жившие вдоль границ сирии вот и сарацины хоть бы одну картинку хочу посмотреть за сарацином неужели они действительно пояса не носили неужели они действительно пояса не носили так ладно пока дальше почитаем евангелие от мотфея 3 глава 5 6 стих тогда иерусалим и вся иудея и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него во ордане исповедуя грехи свои толкования хотя и крестились но иоанново крещение не имело сил отпускать грехи иоанн проповедовал только покаяние и приготовлял к оставлению грехов то есть ввел к крещению христову которым даруется отпущение грехов то есть там много людей об этом знает что крещение иоанново что такое крещение христово что такое крещение духом святым тут если сарацины есть то тут изображены они не просто в поясах а очень даже хорошо припоясанными но может они в обыденное время не в рабочие когда находились где нибудь там дома там или где в работе там ну в смысле не заработай даже тогда поясов не носили а так то все в поясах были вот раньше вот обязательно пояс был даже посмотрим на этих ребят у них пояса тут все тут у них ножны на поясе висят и все на поясе пояс это как был очень важный атрибут и очень кстати надежный ту в карманы ну расположишь там и потом волнуешься не украдут ли не выпадет ли оттуда так ну приходила вся иудея и вся крестность иорданская выходили к нему и крестились от него в иордане исповедая грехи свои камни получается я на крестителю исповедовали грехи свои или кому это делалось все вот так вот ни в одной больше стране не было такой подготовки как именно в ирус в израиле в иудее именно подготовка к крещению христову началась уже за три года на и должно быть до крещения духом святым уже и он креститель крестил людей в покаяния то есть люди уже готовились к принятию христа такая работа шла от матфея 3 7 увидев же иоанн многих фарисеев из садукеев идущих к нему креститься сказал им порождение ехиднин кто внушил вам бежать от будущего гнева толкование фарисеи значит отделенный так как они почитали с людьми отличными от других и превосходящими других по жизни и по знаниям садукеи не верили ни в воскресенье ни в бытие ангела и духа слово же садукеи значит праведное ибо седек означает праведность они или сами себя называли праведными или так назывались по ереси начальнику их садоку и фарисеи и садукеи шли к крещению не с доброй мыслью как прочие потому иоанн и обличает их иоанн строго говорил к ним зная их строптивость впрочем отчасти и похвалил говоря кто внушил вам он девица как случилось что этот злой урод пришел в себя называет их исчадиями ехидны потому что как сии при рождении прогрызает ложесна матери так и они убивали отцов своих то есть учителей пророков от будущего гнева то есть от гиены что интересно да как он говорит что пришел в удивление как как такие люди злые могли прийти услышать и прийти пытаться принять крещение к иоанну крестителю видимо он креститель имел такой невероятную харизму и авторитет в то время что это с ним нельзя было не считаться потому что видно что жил в пустыне без жены делал дикий мед акриды там в рыблюжьем этом ходил одежде покаяния проповедовал в безлюдных местах явно что человек был как пророк от бога поэтому к нему и шли поэтому если мы хотим чтобы и нас люди слушали нужно показывать жизнь весьма добродетельную чтобы даже всякие фарисии и саддукеи могли обратить на нас внимание если мы живем так скромно воздержанно жестко то это внушает доверие человеку люди всегда на это ведутся на всякое бескорыстие и тому прочее Матфея 3.8 сотворите же достойный плод покаяния толкование видишь что говорит не только должно избегать зла но и приносить плоды добродетели ибо сказано уклонись от зла и сотвори благо Псалом 33 вот уж хорошее местописание все от бога интересно неужели с фарисеи и саддукеи не творили благо если они считались святыми отделенными но видимо само вот это главное фарисейское грех фарисейства в том и заключается что даже человек может жизнь жить жизнью супер праведной там соблюдать все учреждения да знать все молитвы соблюдать все посты там и даже знать писание как эти фарисеи но при этом написано они не уклонились получается и не сотворили благо иначе бы им этого не сказал креститель таких слов сотворите достойный плод покаяния а они своей праведностью кичились и превозносились над другими а это самопревозношение убивало в них всякую добродетели всякий добрый плод праведности вопрос Михаил ты здесь Миша вот вот как бывает вот где есть человек и в то же время нету хорошо ну хотя бы у нас тут четверо человек по картинке хотя бы Евангелие от Матфея 3 глава 9 стих и не думайте и не думайте говорить в себе отец у нас Авраам ибо говорю вам что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму толкование им служило в погибель то что они полагались на свое благородное происхождение под камнями разумеется язычники из коих многие уверовали но Иоанн говорит просто что Бог из камней может воздвигнуть чадо Аврааму ибо и ложе снасары по бесплодию были камнем однако она родила по Божьей произволению воздвиг же господь чадо Аврааму от камней тогда когда при распятии его многие увидев распавшиеся камни уверовали нехит ага а че у нас по времени то вот час прошел кстати так что я думаю часа достаточно если кто то что сказать и спросить просто поговорить думаю можно это и сделать нам хотел человек один какой то прийти еще сегодня что то нету ни его ни Миша у нас все из Борисполя сегодня ты Миша да и вот Александр вроде бы Александр я вот не знаю откуда знаю что Миша он из киевский сам я из Борисполя с Александра вот я не знаю откуда он еще Дмитрий вот который звонил в начале он все собирается как никогда не получается у него он сам из Греции он мне кстати звонил он мне звонил кстати вот по моему в пятницу и спрашивал когда будут занятия я сказал что вообще в субботу воскресенье ну я сказал что воскресенье вроде бы как должно быть по-любому да он сказал что он приобрел камеру как и обещал присоединиться вот он все собирается как на какую-то свадьбу так все готовится а ты его пробовал добавить ну уже может мы его не добавили просто а нет а ты не видел в начале занятий он выходил или тебя не было еще до тебя еще ты же немного позже пришел и он сразу подключился первый он сказал что ему нужно пойти там в церковь сейчас закрыть церкви там ворота что-то потом он подойдет но прошел уже час и его все нету куда он там входит и постоянно не получается что-то у него никак прийти какие-то преграды у него по этому поводу понял ну ладно хорошо ну кто с нами еще вот так 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 ладно тогда я выключаю экран свой демонстрацию хочу на вас посмотреть если есть то где же михаил михаил нет алло я здесь ну наконец алло да я слышу тебя алло да слышно тебя а слышно да слышно слышно где ты был хорошо да хорошо а я тут отвлекался немного ну как как развлекался у нас все таки вещи серьезные отвлекался отвлечь отвлекся отвлекся ну это же разные вещи отвлекся развлекался совсем другое это правильно это написано апостола павла коринфянам что хочу чтобы каждый из вас служил богу без развлечения когда он говорит что что были неженатыми потому что женаты написано много развлекается вот именно так и написано получается у нас пока неженатые еще хорошо там твой товарищ то не пришел сегодня что ли получается пришел пришел алло алло ну что вы хоть то слышали мы сегодня читали столько интересного было какое то что то отложилось то какие то вопросы может есть или что ну мы не по теме да хоть не по теме привет приветствую хорошо ну меня зовут Вадим Вадим хорошо а то я все не знаю как зовут тебя даже угу да ну тема у нас только может быть одна спасение души как написано Виктора Гюго спасти написано не жизнь но душу вот цель жизни христианина больше других вопросов и нету для нас актуальных остальное все на втором на третьем на пятом плане а что в фильм смотрел кстати какой ответ ответственно мы полностью нет длинный слишком фильм так начало смотрел а потом так и не посмотрел мы смотрели все семья интересный фильм я бы еще раз посмотрел бы надо посмотреть тоже кстати неплохо было бы мне там понравилась больше всего часть где это двор свечи забирает собой и священниками говорит что он за эти свечи и как бы его душу приобрел то есть ну он же подарил ему фактически помнишь этот момент? да это я помню вот мне тоже этот момент понравился очень когда его задержали потом вернули преступника сказали вот мы поймали вот это ваш тип да это я сам ему его подарил да да привлек человека то есть я так заметил в жизни тоже надо бывает что-то подобное когда за какую-то мелочь то есть где ты что-то попускаешь или прощаешь то есть фактически этим можно человека ну не то чтобы приобрести но какой-то пример как бы подать бывает такой то есть нужно уступить иногда не всегда надо настаивать на своем да вот мы дальше будем об этом читать ян креститель говорит что он говорит ни льна курящего себя не угасит ни троси надломленные не переломит да 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 вот этот момент да то есть льна курящего не угасит вот это верно то есть человек в котором немножко теплится там какой-то огонь веры там немного раздувается нет то шить его не надо да если трос надломленная человек допустим слабые веры тоже добивать его ну не стоит нет смысла никакого это его не приобретет ну хотя в мирских организациях у мирских людей немножко по-другому я вот интересовался там много читал сам в армии не служил но много всякого так все время начитался там именно идет когда подготовка человека там жестко идет его там ломают на психику до конца вот именно в христианстве как будто такого вот не находишь во всей библии чтобы как именно человека перевоспитать как будто вот этого вовсе нету а ведь часто приходится в жизни проходить такие ситуации когда нужно и характер свой выковать как-то и измениться как-то перебороть себя вот в этом совсем как бы нету этой науки нету у монахов много такого есть но у них там совсем вообще путь не евангельский они об этом сами говорят что у нас не евангельский путь у нас монашеский путь спасения то есть совсем не библейский там у них там послушание смирение они там тоже подвижники еще какие-то если сказал а вам будет там и камень толкать там 5 тонны там час к ряду потеть и воду прыгнет и в реку войдет а вот в библии такого не написано к сожалению где те границы куда дальше переходить нельзя докуда можно человека сжать давить чтоб потом не сломался должен сам как бы ощущать и знать где она находится видимо это и так прописано в совести у каждого как нужно быть как нужно христианину себя вести именно вместе писания что ибо вы имеете помазание духа святого да и он дает вам знание все да да вот это туда есть такое сколько там до конца поста еще осталось если не ошибаюсь половина вроде 4 полноценных недели 28 числа заканчивается на праздник благовестия благо благовестия или как марии там разрешена рыба уже будет копченую рыбу есть не советую а то можно так с дуру этой копченой рыбы налопаться потом запор будет дня два еще так варенкой можно или селедки там с кубри какой-то можно запечь где-нибудь если есть приготовить здравствуйте я присоединился слышно нет здравствуй дмитрий присоединился только мы уже не считаем ну хотел поговорить тут сколько людей не считая меня вот здесь дмитрий есть михаил с ним еще вадим есть еще человек нас тут практически пять человек столько там еще никогда не собиралась вижу очень приятно вот можете познакомиться дмитрий зовут очень приятно да очень приятно он тоже можно спросить о чем вообще вот это никита просто хотел бы как говорится быть в теме ну а то я аж не присоединился изучая изучение какой что что именно ну что проходили но мы сейчас только что говорили конкретно не по не по чтению евангельскому а другое там ну чтение у нас там стабильный как вот ирод избил младенцев как христос значит там родился и все события только что мы рассуждали о том что в библии ну нет такого пособия как нужно воспитать в тебе в себе христианина как бы человека вот совсем вот как бы будто бы нет потому что видать нужно раньше сама жизнь показывала как бы человеком об этом написано мне кажется таки библии конечно конечно хотя между прочим вот в книге притч соломона при мудрости соломона книги сираха очень много наставлений идет про глупость сейчас все нормально хорошо никит ты не против если я сейчас будем общаться я запишу разговор просто я потом слушаю сам для себя если вы против я это сам не записывая с вами до просто кое-какие вопросы были мне но это может быть уже к тебе лично или может с ребятами давай сейчас задавая там еще другой там парень пришел с мишей сидит вадим он тоже там какие-то вопросы подготовил только почему-то молчит я не знаю чего не спрашивать ничего ну смотри никит значит у меня такой вопрос очень много короче задаются вопросами по поводу значит икон но я православный я знаю что иконы не идолы как вообще нужно вот отвечать вот таким людям вот такие гадисы там мусульмане когда задают вот такие вопросы по поводу икон вот аргумент аргументальный такой ответ не около там оттуда отсюда вот прямо напрямую четко объяснить как можно объяснить что действительности икон это не идол но у нас прям семинарист тут на связи есть михаил он наверняка знаешь а что сказать михаил тогда это начнет уже начатка мишина миша обратимся михаил будьте добры объясните пожалуйста разъясните нам как это возможно как общаться с такими людьми как вести себя как объяснить ему по поводу вот когда касается вот такой разговор алёта да икон икона это греческое слово переводится как изображение в 25 век не исхода написано сделай изображение 20 написание и дело изображение того что на небе верху на земле и под водой внизу 25 сделай изображение сделай хирургимов мы знаем что храма второй храм построен за рвавели который ходил иисус христос он был полностью набитая изображениями сделаны изображения животных изображения растительности и ангелу поэтому есть священные которые нужно изображать в храмах а есть идольские изображения такие например нас славянский славянских племенах были изображения перуна сварова года бога это идольские изображения которые ничто и дал есть ничто не не соответствует реальному бытию вот еще могу дополнить если вот непонятно то самые главные и аргумент того что иконы как бы сказать богу угодны да то это то что на этой иконе изображен допустим или иисус христос или или святые то это значит что мы не поклоняемся непосредственно там как бы этой досточки или там картинки а мы поклоняемся первую образу тому кто на нем изображен то есть например если иисус христос это помогает это изображение нам как бы эту связь наладить как-то или почувствовать через икон поэтому были когда-то как бы сказать и борьба в эпоху вселенских соборов соборе была борьба против икон до их там всякие там императоры богооборческие там сжигали там то все и как бы так такими делами устанавливалась как бы сказать ну ну эти дела показали богу угодно ли эти иконы и мы видим по делам то что они оказались богу угодно потому что ну там был и иван дамаскин по моему то время или да вот который защищал да 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 это римов 3 на 3 у защитников которые у пользу и он это было что господь был на стороне этих всех людей и все-таки это правда восторжествовала и это все утвердилось на вселенском соборе седьмом а окончательно эта борьба еще после этого вселенского собора 7 продолжилась и окончательно это уже утвердилась каком-то там девятом веке по моему точно в каком году она уже не вселенский собор а был какой-то собор на котором уже окончательно это утвердилась и иконы стали законными действительными уже по сегодняшний день то есть что получается что самое главное это то что иконы эти изображения которые изображены на иконах помогают нам наладить как бы или ну связь между ну кому мы молимся да то есть мы молимся первого образа ты живому образу да там святому или святой или божьей матери или иисусу христу да это помогает нам соединиться как бы через это изображение святой у молитве молитве поэтому мы ним а сектанты они так как они лишены духа святого да они как бы к этому относятся как бы ну как законники да буквально материально и не считают живот мы поклоняемся этим как бы изображением да я на самом деле это ложь то есть вот различия да вот сектантов и православных это то что православная истина то есть поклоняются живому первого образу дата которая изображена на иконе то например но часто добывают люди хотят помолиться целителю пантелеему ну да и вот когда есть еще его икона то это ну проще это лучше наладить этот первый образ и ему помолиться да то есть когда есть перед тобой то есть это такое некое почтение так как сектанты у них все на законе буква закона то все это не все это буквально воспринимает и говорят вот вы типа идолопоклонники это все но опять же то есть мы молимся живому да вот первого образу который изображен на той и леденоке кони то есть она помогает соединиться скажите пожалуйста вы к вам как 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 вам обращаться ну я имею в виду вы в чине или как или просто нет я служу в храме значит вадим вадим я разговаривал значит со свидетелем его у меня есть библия на греческом языке ну там написано я ему прям показу говорю вот здесь написано там написано где бог говорит аст на в тяг суммит он андро просто икона масс то есть сделаем человека по нашей иконе я в работ написано икона он это библия guard и говорит как он выразился и это библия говорит и библия говорит русская говорит это ну вот церковная она говорит искаженная вся там совсем всю искажено там короче в общем такой билиберду понесу на гигавист и знаете что у нас какой разговор откроется с ним еще по поводу жизни после смерти скажите пожалуйста евреи сами еще в античные времена еще до рождества иисуса христа бытовала ли у них такая мысль что есть душа которая покидает тело было ли такое у них вот свидетели его мне горд библии горд нигде не написано о том что жизнь там покидает там душа не а я ему преподнес примеру вот разговор между вот эту притчу притчу о лазарь и богаче и он не горд но это же причин ну подождите я говорю если иисус христос был допустим был представителем той веры которая не поддерживает жизни после смерти так как же он мог тогда преподносить такой пример я не могу понять я никита как раз тоже говорил вот это самое и он и он опять на своем знаете опять вот например это пример это но как можно примеру преподносить основанный на языческой идеологии пример допустим единобожник вот вы скажите пожалуйста вот но все-таки вы наверно больше знаете как то все таки в церкви евреи вообще верили что жизнь существует вот что душа покидает тело там типа и так далее ну вот допустим я в библии заметил где написано что тело возвращается в землю а дух возвращается бог могло ли бы могло ли быть это доказательством того что бог дает нам понять что душа идет богу как пусть душ душа то есть тело имеет все таки душу отвечайте вадим с я понял вопрос вот ну если взять опять же есть будешь евреи да такие как бы верующий там как таки как царь давид там верующие еврей несомненно они верили в то даже взять его вода его многострадального его вода то он верил в то что эти страдания ему послались по промыслу божьему и он даже верил в то что ну что как бы до шоу он будучи там успешным человеком там до имел огромные как бы сказать и состояние детей там много там скота дашь вот это да это исчислялось богатство да в количестве скота да и верблюды были и но там чего него было и когда выпустили все эти страдания то он ну верил в то что да то есть это даже такие тут есть мессианские такие куда от пророчества то что он верил миссию доверил что воскресение мертвых когда он умрет то он знал что его господь его тело воскресит как бы его тело вас туда есть я четкая даже цитата что верю то что жил мой искупитель типа и он восставит меня типос ну да там свое время уже не просто не помню дословно цитату вот например да вот он верил то есть но и он даже считался не евреем да он просто считался там таким вот это единственный был был человек такой как бы восточного происхождения типа так сказать он верил вот то что что его душа да пойдет богу и он как господь воскресит его типа последний день ну и также все остальные тоже это все верили это но они знали что еще знали что миссия еще не пришел да и как говорит христос что все пророки они типа мечтали бы сейчас оказаться здесь типа в мое время да вот когда вот что вот так поэтому такие как бы там евреи давать верующие они верили в это все но но так как еще да вот сюда эти когда миссии еще не было не было спасителя то они просто как бы они снесли шли к богу но как бы до их не участь они про еще по не попадали потому что да еще одну не было спасителя не было тогда как цветы и говорят оцеж это было какое-то нейтральное место до вместо нам надо ожидания некой вода вадим а вот иисус христос когда вот выступал перед аудиторией еврейская рассказал что многие ваши пророки мечтали увидеть этот день допустим да и также ваш про отец мечтал увидеть этот день и он увидел этими словами что хотел сказать иисус христос так увидел допустим авраам его это уже с точки зрения духовной он его увидел уже как бы душа его увидел или как моисея видел и илья увидели при событии преображения господнего моисея из рода мертвых ильям еще живущий на небе и жив и они редко заветные оба я вадим знаете я молил бога и просил на ответ на вот на жизнь после смерти да я наткнулся на языке я читал и наткнулся на языке я можно на секундочку сейчас я просто мне пишка есть можно вы вы у вас время есть или может быть я занимаю ваше время говорите говорите сейчас секунду у меня просто книга просто самыми словами с вами не могу сейчас секунду пока дмитрия нету я хочу попросить никого снисхождение все-таки иеговистом они вспомним христа когда он общался с самарянами которые принимали всего пять книг то он с ними общался именно основании пяти книжей моисеева не приводил даже пророков поэтому посвященным изображением все-таки надо доказать этим людям что они священные по библии по 66 книгам какие можно местописания привести по этому поводу кто скажет извини никит я просто отучился наушники снял и не дослушал я просто хотел закрыть тему насчет изображений священных потому что мы закончили что почему все-таки они являются кто знает кто как ответить по библии почему являются священными изображения что они именно священные не нечистые не являются идолами взять там когда например строил с царь соломон храм то вот ему было богом указано да там на стене изобразить херувимов то есть да там на стенах у в какой части во второй части моему храму там хожу притвор да из каких частей состоял храм ветхозавет притвор святая святых и еще там что третья часть никит можно мою версию я скажу ну как я думаю но этот храм этот храм этот храм был все-таки уничтожен потом вавилонянами и был построен другой другой храм эти изображения все были уничтожены священные как объяснить именно сектатом что изображение является священными изображение бога хотя бы потому что если будем приводить изображение святых людей то они скажут а как вы решили да что они святые где библии сказано что там будем судить этом свет эти святые это не святые это проклято это нет но так как существовала табличка с именем иеговы мы знаем и был жертвенник точнее был ковчег а в жертвеннике лежа в ковчеге лежали скрижали завета моисеева это было прообразом божьей матери в которой зададился христос само слово это понятное дело что это все имело прообраз будущих благ и новозаветний жертвенник христос крест является священным потому что если написано кровью покропишь на жертвенник будет он освященный семь дней то если кровь самого иисуса христа как агнца божьего она была на кресте то она осветила этот крест своей силою потому и сатана боится крестного знамени и это не является позором это является славой и все-таки насчет изображений почему священно если вы не знаете я могу сказать пару местописаний встала на свои места все некий я думаю что знаешь почему смотри к почему считаются священными пинета самые иконы но изображение то есть да ну это так я я так думаю когда иисус явился значит она не она не он сказал на счет павла до когда павел за след он сказал идет по такой-то улице и сам человек который вот ну и так далее не буду сейчас цитировать все и она не ему сказал как я могу пойти к нему когда он столько принес горе твоим святым то есть святым кому то есть мученикам эти люди были святыми если бы было бы это не так то иисус христос мог возразить ему сказать она не почему ты называешь их святыми если я то есть если бог отец не только свят значит являются эти люди все святыми изображения на иконах наверно тоже святые это лик святого человека но это я так думаю лично это моё мнение может я не прав я не знаю хорошо это моё мнение вадим что скажете насчет изображения все-таки и священное изображение почему священный потому что они не признают не там не льва и саврянина иконоборца они не признают вселенские соборы они признают священное писание 66 книг поэтому нужно пользоваться тем что имеем сейчас вадима ждем давай вадим посмотрим что скажет давай новые иконы надо выбрать уже есть но иконы это самый явный пример это то что и священное описание я сейчас не смогу сказать их есть много из вещи из ветхого завета есть много числа есть много цитат где вот это все где поощряются и благословляются изображение что они нужны на их сейчас сказать не не смогу на память перечислить дальше но самые весомые самый такой сильный аргумент это то что что изображение что мы как бы сказать не поклоняемся до непосредственно этому предмету давать иконы нам в целом а поклоняемся как бы как первого образу потому что у нас идет мы не слышно с живым богом из святыми да и со всей церкви дает живая связь и чтобы эту связь было проще как бы сказать воли во время молитвы даже в это связь было проще налажено тут для этого как бы и иконы ну есть когда то есть они святые да и господь вот благословил и вот шума не были то есть это первого шумы шойдет поклонение первого образу то есть живому образу которому кто на на этом образу изображен самый весомый самый аргумент если все понятно хорошо у меня хорошо когда икона предназначена понял но их их этого не убедишь потому что у нас православие что не день то наш праздник какой-то иконы именно если это не помогает то тогда все отходишь потому что больше ты ничего не можешь придумать нужно ты больше еще придумаешь можно много чего там лить воду всякую на это есть единственные а так можно их еще обличить в том что почему вы это не принимаете почему вы этого не понимаете это то что вы допустим у вас нету живого как бы сказать общение с богом ну конечно же к этому тоже нужно какие-то аргументы привести почему нет живого потому что в них все как бы скажу не понимаете смотри есть и убив в апостол апостол павел говорил может вы не знаете эту фразу очень хорошее что буква убивает а дух животворит так понимаешь нельзя пользоваться библией как бы сказать как ну и священным писанием пользоваться как буквальном смысле воспринимать смысл понимаешь буквально уничтожаем свою веру уничтожаем потому-то или же тоже у буквально дохождали что вот он то делает запрещенные согласно закону да там и стреляют в субботу там что он там много до чего они в чем его осуждали не постятся да и к чему же все это привело да к чему привело то есть вообще конечно я бы хотел бы вот ну вот немного о ветхом совете говорим я бы хотел бы вот в целом так как я вообще новенький то мне хотелось бы вот например никита тебе там да но объяснить как бы позицию да вот нашей церкви да вот чем вот я например не согласен с твоими взглядами да с твоими своим за правильно называть учением да вот как ты понимаешь вот хотел бы вот сейчас поставить акценты на тех например таких ключевых вот ошибки которые вот в тебе есть если вот сейчас хочешь можем это обсудить хорошо сначала я отвечу по иконам раз вы не знаете я все-таки отвечу закрыли вопрос это так давай вот когда там что скажи это начнем хорошо я извиняюсь никит можно быстро спросить да говори тебе уже пора уходить не нет не пора тут вот рустам спрашивают можно добавить ну конечно конечно пусть подключишь его добавлял он вечно пропадает это вот добавил общем все должен присоединиться хорошо теперь насчет икон я отвечу и все-таки там этот в дмитрий он там местописание нашел какое-то хотел прочитать потом и сажет его потом мы дальше пойдем значит все-таки храм соломона был разрушен да там находились священные изображения были изображения для львов растений но был разрушен пришел на выхода носа как известно храм разрушен золотые засуды вынесли народ уведен в рабство но потом спустя 70 лет езд разорвавели они вернулись в иерусалим помощью божией начали восстанавливать храм конечно он вышел не таким шикарным как был при соломоне и многие кто там присутствовал они прям плакали видя все-таки как он имеет не такую славу как предыдущий но тем не менее храм это был освящен и в этом храме тоже были изображения это описано порока езекииля вот если что дмитрий ты вот будешь говорить с яговистами я свидетелями его в этой нишне я не знаю какой они там синодальный перевод принимает или нет но порок езекииля 47 глава там описано прямо устройство нового храма который будет при зарубавели и там описаны прям херувимы ангелы всю высоту храма и внутри тоже были изображения и теперь переходим на новый завет когда христос пришел прогонять торговцев из храма он с какими словами прогонял их идите отсюда проклятые не сказано что дома отца моего на решится дома молитвы дом мой дома молитвы наречется и когда книги деяния апостолов после этого шли уже сами апостолы пётр и иоанн храм час молитвы 9 они шли молиться в тот же храм где находились изображения именно тот храм который христос назвал дома моим то есть он изображение которые находились в этом кроме он несколько не почитал какими-то идольскими или языческими но своими поэтому и они являются законными все это будет изобрали это доказать видите ли мы его вы за пять минут вот это easy kill 47 глава деяния апостолов это 4 глава и называл еще и матфея 22 евангелетана 2 глава когда христос приходил храм начать изгонять торгующих продающих хорошо теперь но если тебе понятно ты записал тогда ты там приготовил что-то прочитать закончил уже с этим а да значит тут у меня значит на по поводу икон я так секундочку я разговариваю со священником нашим он не сказал он говорит все что вокруг ты видишь горд море звезды там горы все это все создано богом я города считается ли это изображение все ты же видишь это же все изображение евро ну и когда ты утром стоишь открываешь глаза ты не видишь это изображение я ворону вижу ты не хочешь поклониться перед творением божьим я ворону ну карта что он делал оставь гордон мне просто слова с ними не связь все это говорит это это говорит это самое их не гордвере сто лет они ничего не понимают они вообще все отрицать у них вообще горд и действия их не веры больше горд ветхозаветный году по поводу жизни после смерти мы с ними общались вот жизнь после смерти у меня вот книга сейчас я вам покажу если видно его подожди вас дим слышал закон позже называется да не прерывай высоко пусть закончит он скажет что я закончил и тогда у нас такой регламент просто извиняюсь просто по другую по другую тему пошел хотел просто тут же добавить пусть закончат сейчас я про то я сейчас закончу я с ним общался и вот я прочитал вот ему как вот с ним общался ю тубе ему прочитал вот значит книги законе божьем написано о воскресенье мертвого да и что об что точности говорится здесь написано значит пророку было от господа видению он увидел поле усеяно человеческими костями ну понятно да бог спросил его сын человеческий оживут ли этих сие кости языки ответил господи божий куда боже ты только один знаешь это господь сказал из реки на кости из чтобы сухие кости соединились да и словом уже господа было следующее так говорит господь костям всем вот я виду дух вас вы оживете и обложу вас живыми и выращу на вас плод и покрою вас кожей и виду вас дух я живете и узнаете я господь и когда языки по повелению божьему пророчества про это самое произошел шум и движение костей кости начали сближаться как бы каждая кость костей свои и увидел языки живы на них и плоть выросла на них и кожа покрыла их сверху а духа не было в них то есть здесь описывается что просто были уже тела как бы как бы трубы просто до духа не было как бы объясняется на них и сказал господь из реки пророчества и скажи духу так говорит господь бог от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых и они оживут слово переводится как бы толкование слова четырех ветров означает что от четырех стран света севера юга востока и запада души умерших где бы они не находились должны собраться на поле покрытым бездушными телами и одушевить их то есть получается души должны войти в эти тела чтобы эти тела уже ожили как в мясе и в теле да и стали на ноги то есть если языки даже доказывают в языке или доказывается что жизнь после смерти есть как они могут отрицать я не могу вот это я не знаю них библия даже другая у них это переводного мира там я им это объяснил у меня ты не так гард понимаешь любое чтобы и не объяснять у них мы не так понимаем сразу у них это мы не так понимаем и я ему говорю а вот по поводу говорю притчи допустим там же четко же объясняется что умер и богач и даже похоронили его то есть интересно человека придали к земле и будучи мучаем в аду корр кто бы мучился в аду говорю о притче иисуса христа тело мучилась или душа если горит и скажешь тело тактина похоронили если скажешь душа тогда получается что ты в душу и он давай закроем тему гордя не хочу говорить сейчас притчи иисуса христа ты не так понимаешь это тебе надо объяснять нормально в общем я не знаю я священника нашего спросил мне вообще не вообще не разговаривать вообще горд если с ними начнешь разборки вообще попадешь в этот самый как заблуждение вот я хотел по поводу этого жизни после смерти то есть хотел объяснить что в языке или даже объясняется жизнь после смерти то есть спору не подлежит это неправильно никаких спору не мы как православные мы должны в это верить а мне значит чуть-чуть задал вопрос вот горд по поводу говорит лазаря если лазарь умер то когда воскресил его бог иисус то почему он не сказал что я был на том свете там кого-то что-то видел ли того и так далее я вот священника спросил нашего наш священник что многое в библии написано если каждый момент мы будем читать иисуса христа нам придется лет 15 эту библию читать во первых во вторых горд может быть и служит а иисус же остался там может быть он запретил ему говорить ведь много раз же иисус христос когда творил чудеса играл смотрите не говорите пока да пока не случится то что должно быть может быть горд запретил лазарю говорит что с ним было на том свете никто же не знает об этом говорит ну короче он не запретил священник горсти меня общаться и все короче только справа слава не разговаривает вот это я хотел сказать ребята ну по поводу жизни после смерти а теперь я не знаю там парень кто-то хотел что-то высказаться хорошо ты закончил ну что сказать сказано титу 310 а теоретика после первого второго вразумления отвращайся ибо он написано грешит будучи самоосужден не можешь ему и себе это душу не смущая тогда уже до конца и его не трогай ты сказал ему ты засвидетельствовал ты свое дело сделал все дальше бог пусть трудится над ним если будет толк с этого понятное дело все закончились то есть главное ты скажи и все да там уже у сам пусть как хочет так и думать до нас главное да нас господь послал он не уперебеждает не спорить а возвещать истину потому что написано что спорили с учениками христовыми написано то садуке и там то фарисеи то книжники а чтобы христос спорил с кем-то об этом не написано они возвещали истину все наше дело православное истину возвестить им даст бог покаяние ко спасению хорошо вопросы кита есть еще у кого-то я общался по поводу креста что мы носим крест вот они тоже говорят якобы но вы сами знаете не будут цитировать сами станции не сталкивались на нашему священнику задаю вопрос скажите пожалуйста почему мы носим крест он мне объясняет крест является оружием победы над грехом то есть как то есть иисус христос смертью смерть поправ то есть он победил смерть то есть род и родовой грех и этим самым он победил смерть то есть воскрес из мертвых и еще город добавок есть горчит тоже крест есть животворящий говорит прочитай пожалуйста житие елена которая искала крест иерусалим и вот как раз я как-то у гнатия тихонов челаткина смотрел его выступление точно я услышал где он вот историю эту рассказывал и у меня самого у меня самого вопрос задался если допустим на этот крест поставили мертвого человека многие могут сказать сатана сделал это да а как же сатана может оживить человека у него разве есть власть давать жизнь человеку и уже нет такой власти ранее дерево самому дерево саму воскресил человеку конечно же нет а кто же воскресил значит бог и воскресил через это дерево через этот крест этот крест сделал оружием победу напоном ум и сделал его в животворящем крестом какой уже творящии поэтому мы носим это для �还是 на скошение долгита для нас не только символ веры это означает то что мы веруем что иисус умер и воскрес а то что это в его даже горд бесы боятся даже крестное знамение ты делаешь уже сразу даже без и боятся этого вот ну вот я вот эти вот вопросы хотел решить общаться с вами по поводу этого может быть дальнейшем может какие-то будут у меня вопрос я просто на листочек вы изложу что потом это самое а теперь я не знаю кто то из ребят что-то хотел сказать и я не знаю там перебили моего и что ну насчет креста весов я вам еще креста рассказывал что крест является это жертвенник на который был заклан божественный агнец христос написано и она сей агнец который наберет себя до грехи мира увидел христа христос это божественная жертва за грехи крест это жертвенник ветхозаветним жертвенник был и но это новозаветный жертвенник стал крест написано всякий висящий на дереве проклят но этот крест стал орудием победы да на дьяволом и он был освящен кровью божественного агнца христа и искупил нас от смерти а да да всякий верующего христа будет воскрешен к жизни вечной ну тут все понятно писание об этом нету покрестное знамение не написано только в житиях святых мы об этом узнаем ты там сразу об этом начали пользоваться я сам пользуюсь трое перст на двое песна суть разницы нету католики они там общение у нас строго у нас строго трепеста у нас строго нет у нас нельзя 23 только ты никита скажи пожалуйста а вообще вот бороду носить игнатий пихонович даже говорил да говорит что мол христианин православную обязан носить борту но ведь новом завете вообще закон христом дан такой вообще сам христос давал этот закон что вы носили бомбка ветхозаветном есть это ответ в этом завете есть да не порт край бороды там туда-сюда а сам лично христос сам лично поповеди давал как бы наказ чтобы все новообращенные носили бороду если такое евангелие где-нибудь конечно конечно а вот а ну ты скажи у меня же запись идет потом я если что уже прослушал посмотрю библии скажи пожалуйста из библии где это именно ну вот послание там у стих это именно 1 христос своей жизнью показал что он бороду носил то явное дело что он не брил ее да я не подожди ведь что сам родился то евреем это понятно а мы-то не евреи мы просто новообращенные это бывший язычник дальше по удару даже просто говорил говорит что подражайте мне как я христу ясно дело что апостол павел бус бороду именно борода является особым признаком то православного человека сколько есть житий святых сколько есть есть с постановлений вселенских соборов все там и об этом говорят и толкователи ну тут информации книга к истинному православию обрадобрить и там это об этом все все доказано там нечего говорить борода на есть борода никита допустим я понимаю да да она дает нам как бы питает мозг когда мы познаем бога крест мы уже знаем что он дает иисус христос воскрес как бы да много чего причащение что такое да все а вот сама борода что именно дает она какой вот религиозный характер бороды что дает она какой-то духовный образ какой-то религиозный образ дает или что или я не помню допустим до рождества иисуса христа еще до того как евреям стать единобожниками носили бороды ассирийцы перцы вавилоняне шумеры так у них вообще там борода по три метра так они там были язычниками а вот в нашем понятии в религиозном какое религиозное понятие дает борода что она из себя представляет объясни пожалуйста но что такое что дает он духовную какой-то силу дает или что сейчас не подумай я не издеваюсь не просто мне интересно узнать для чего вот я чтобы я в дальнейшем мог оставить бороду для чего что она дает вообще я понял апостол павел пишет так что не сама ли природа учит нас что женщине растить волосы честь мужчине это написано бесчестит свою голову сама природа написано учит а про бороду там не написал потому что ну видимо ну не даже не было там речь о том кто-то там броет не бреет бороду стрижет не стрижет это показатель твоей гендерной принадлежности это как власть мужчины над женщиной это особый статус его это борода когда слуги давидовы мы знаем они возвращались после того как были к царю посланы на соболезнования убившим сын не а царь на усть научили что это слуги давидовы они идут разведать это разведчики он приказал схватить отрезал волосы точнее бороду обрезал им наполовину и одежду обрезал и давид их послал в ерехон пусть сидят пока борода не отрастут были написано очень обесчищены то есть дина дочь иакова когда вышла к стих ему городу значит посмотреть на дочерей схема вы кто но и пришел увидел лег с ней изнасилищил ее написано дина была отслуги давида были очень обесчищены но это почитаю что хуже изнасилования я закончил материалы все немники открытом доступа никита то что был апостольский собор да вы знаете наверное что восстановление обрезание там все такое может быть в этом в этом апостольском соборе так сказать где собрались многие может быть все-таки там и было решено там кто хочет пусть носит в городу нет то есть то есть получается может быть это навязывание было еврейство людям то есть нельзя наверно навязывать допустим было Допустим, были такие язычники, у которых вообще не росла борода. И что ему делать было? Допустим, то нельзя кушать. Вот апостол Петр, извиняюсь, Павел сказал Петру, как же ты хочешь распространить веру православную, когда ты еще навязываешь еврейство этим людям? То есть хочешь сделать это евреями? То есть носи бороду, то-то-то-то. Но я не знаю, знаешь что, я православный, конечно, но я думаю, что борода не спасает человека, а спасает его дела. Должны дела спасать его. Есть люди с бородой, конечно, творят очень плохие вещи, а есть без бороды, люди живут жизнью, так сказать, подражают Христу. Ну, это дело каждого человека. Я просто хотел узнать, какую роль вообще в духовном плане играет борода. Вот, допустим, крест, мы знаем, что это такое. Библия – это учение, допустим, причащение такого Христа, там все. А что такое борода? Ну, простые волосы растут. Может быть, мода такая была? Я не знаю. Вот в Ветхом Завете. Хотя все язычники, все носили абсолютно бороду. Начиная от шумер, там, не заканчивая, да, древних эллинов. Носили, да и славяне тоже. Славяне вообще носили вот такие бороды. Вот. Может быть, это осталось от, можно так сказать, ну, я не знаю. Но в Библии даже не написано, что Адам даже носил бороду. Там не написано, что Адам был с бородой. Разве в Библии есть что? Ну, описание такое, да, вот, чтобы Адам был с бородой. Там тоже, наверное, мы же сами даже не знаем, Адам какого вообще, по внешности, с бородой он был или нет. И мы тоже этого не можем понять и не можем знать. Ну, это дело каждого человека. Ну, вообще-то считается, что православный должен с бородой. У нас с бородами. Кто с православным, все с бородами ходят. Ну, вот так сказать. Ну, у меня больше никаких вопросов таких особо серьезных больше нету. Но если там будут какие-то, я, наверное, на бумажечке и потом по очереди буду задавать, когда ребята соберем все вместе и когда будет изучение проходить. Я просто в тот раз не успел, потому что работаю. То туда бегаю, то сюда бегаю. Не успеваю иногда, бывает. А что вы скажете, Вадим, вот вы все-таки про церкви, что вы скажете по поводу бороды? Какую роль она играет в религиозном характере православном? Особенно вот новозаветному. Говори, Вадим. Обычно борода – это ветхозаветный учитель. Алло, слышно, да? Да, 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 да. Ну, в Священном Писании нигде не сказано о бороде. Единственное, что сказано, что жена не должна стричь своих волос, ибо это для нее служит нечестием, а муж не должен отпускать своих волос, ибо для него это тоже служит нечестием. То есть жена не должна стричь своих волос, а муж, типа, должен подстригать свои волосы. ну, по соборах святые отцы, я не помню, на каком это соборе установилось, то там было сказано, что... Шестой, динамство, шестой вселенский собор. Какой вселенский собор? У меня в книге она прямо написана. На шестом вселенском соборе это было утверждено. Только не скажу, какое это правило. Девяносто шестое. Девяносто шестое, по-моему. Ну, проверьте, в общем. В принципе, я потом, да, проверю. Не буду, как говорится, время тратить. Об этом все. То есть, допустим, из клира кто там, да, как должен себя вести, из мирян и тому подобное. То есть, из клира, конечно, безусловно, должен носить священник бороду, а из мирян тоже должен носить бороду. Но у него там есть чуть-чуть больше привилегий. Ну, все должны носить бороду, конечно же. Ну, это, опять же, как бы, естественно, что, понимаете, вот все эти правила вселенских соборов, да, и священное писание, все оно, ну... Есть такое понятие, что, как Христос сказал, да, что не суббота для человека, а человек для субботы. Не человек для субботы, а суббота для человека, о, вот так, правильно. Так же само и вселенские соборы. Не человек для этих канонов, да, а каноны для этого человека. То есть, как бы сказать, естественно, если, допустим, кто бороду подстригает свою, то, ну, ну, если он, как бы, является... Вот, что если, допустим, он, ну, не будет ее стричь, да, то это, конечно же, не есть поводом того, что этот человек пропадет, да, что не наследует царствие небесное. То есть, самое, конечно, главное, как вот святые отцы говорили, фундаментом есть человека смирения. То есть, например, вот как апостол Павел говорит, да, что я там, вот, есть его гимн любви, да, нас так называется, его называют, что если я там проповедую, говорю пророческими и ангельскими языками, и воскрешаю мертвых, и даже там готовы свое тело на все сражения отдать, и все свое имение. Но если любви не имею, то я, да, медь звенящая или кимвал звучащий, да, то есть, этим исламом он сказал, что я никто. То есть, он сказал то, что любовь, даже вот есть такое понятие, да, вера, надежда, любовь, но любовь из них, ну, выше, то есть, большее, чем, ну, очень вера, надежда. То есть, любовь – это последняя такая степень. Вот как еще в семинарии учат, то есть, типа, наемник, раб, не раб, наемник и сын. Сын – это последняя степень, да, а раб – это тот, который, допустим, вот, только вступает, да, вот, то есть, и имеет такую некую, ну, то есть, это тот, который вступает в православную жизнь, да, в подвижническую, наемник – это тот, который уже подвязается ради награды, да, а любовь, то есть, сын, да, сын – это в переводе, это уже тот, которому уже, то есть, он уже достиг такой степени, что ему уже не нужны ни награды, ничего, ему только нужно общение с Богом, движение, присутствие, то есть, как источник жизни, да, что, как Христос сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь», да, то есть, мы черпаем, то есть, мы созданы по образу и по подобию Божию, и мы, ну, питаемся, как бы сказать, этой энергией и получаем жизнь. Вот какая разница между грехом и исполнением воли Божьей? То есть, грех, написано в Священном Писании, есть смерть, да, что грех – это последствия смерти. А тот, кто исполняет волю Божию, то тот, ну, благословенный, да, вовеки написано, то есть, он, ну, имеет жизнь. Вот. Так, значит, Вадим, постановления эти были поставлены не самими апостолами, а уже более, как бы, уже в агрезантийскую эпоху, да, как бы, вот, Вселенский Собор. Нет, это уже времена Вселенских Соборов, то есть, на Шестом Вселенском Соборе, это где-то в Шестом веке, там, в 500 каком-то, 20, не помню уже, каком году. А, теперь поэтому, почему эти фектанты, они цепляются за это? Вот, типа, вот это не апостолы сделали, а это люди создают, и начинают за это взглянуть. Да, понимаете, что, смотрите, еще, еще я вам скажу, что, что, дело в том, что, зачем вообще придуманы Вселенские Соборы, зачем святые отцы толковали Евангелие, зачем это все сохранилось, это все является преданием, это все является сегодня, да, зачем это все было? Вот можно представить некий пример, потому что, когда вот церковь начала свое свободное существование, да, когда она начала, это в IV веке, в 300, ну, когда вот... Вадим, ты закругляйся, пять минут у меня по рекламе, но человек говорит, так что заканчивай же проповедь свою. Да, ну, в общих чертах, Вадим, в общих чертах, да? Что, что? В общих чертах, ну, скажите, в общих чертах. Да, в общем, в общих чертах, что, что вот оно все идет, как бы сказать, потихоньку. Были времена апостольские, потом пришло время, там, да, вот начались там епископы, архии, то есть основалась церковь. В общем, Вадим, ничем не противоречит это все вообще Ветхому и Новому Завету, то, что было на Вселенской Собору, да, это было все постановлено именно по законам Библии и именно по законам, это самое, религии, да, православной. Дело в том, что, смотрите, церковь наша руководствуется таким неким соборным мнением, соборным, не мнением, а соборным мышлением, разумом соборным. То есть эти все правила, которые устанавливались на Вселенских соборах, первый, второй, вплоть до седьмого, они все устанавливались полнотой церкви, то есть участвовали истинные богодухновенные епископы, да, потому что не всякое собрание епископов есть собор, а только тех, которые состоят в истине и исповедуют истинные учения. И вот первый, второй и до седьмого Вселенских соборов, это есть истинные Вселенские соборы, на которых сегодня, на которых были установлены правила и каноны, и которыми сейчас руководствуется наша православная церковь. Это есть непогрешимые правила и каноны, которые сегодня действуют, которых нельзя нарушать, да, и которыми нужно руководствоваться. Зачем они были созданы? И, да, то есть они были, чуть-чуть отвлекся, не договорил, они были соборным мышлением, да, соборным разумом установлены. То есть епископы единогласно, единомысленно их устанавливали. Все это принимали, вся полнотата церковь. Если даже кто-то, какая-то, допустим, поместная церковь была против этого решения, эти вопросы все снимались. Поэтому все каноны и правила, которые устанавливались на этих соборах, были согласованы со всеми участниками, со всеми членами догадачной, в каком виде состояла апостольская соборная церковь, то все церкви, да, одобряли эти правила и они были установлены. Зачем они были установлены? Так как в то время начались много ересей, да, всяких, там и арианская ересь, и нестурианская, и монофилиты. Все, Вадим, хорошо, все, все, прекращай. Тут долго уже, время уже много. Это настоящая лекция, мы не в семинарии, понятное дело, что 7 вселенских соборов, 9 поместных соборов, написано 6 вселенских соборов, второе правило, что изрекли трубы Духа Святого, и чтоб никто и впредь ничего не нарушал из того, что они изложили. Это нам все известно, но практика говорит о том, что из этих 719 правил 413 ежедневно нарушается сейчас, это около 57%, практически вообще все нарушается. По-хорошему, если бы там сейчас вели, по всем канонам, не рукополагая до 30 лет, чтоб никакой торговли в храмах не было, и чтоб у всех извергали из сана, кто был рукоположен с помощью властей за деньги, то бы началась такая бы чистка, но настолько все повязло в этой коммерции и коррупции, что едва ли там до второго пришествия это все развеется, до антихристовых гонений. Это мы хорошо все знаем. Но, насчет Бродобритии, еще раз, Игнатия Тихоновича в главе Бродобритии, там все отлично изложено. Там и исцелинские соборы, и толкование там, занары, все конкретно изложено. Что? Борода, бороду нужно носить, бороду нужно носить. Борода это образ мужчины, это его харизма, это его вид. Слушай, по поводу, ты говоришь, все. Что-то пропадает человек, не слышно его. Я предлагаю на сегодня... Никит, можно спросить, Никит? И теперь и Дмитрий, короче, проблемы со связью. Ну. Я предлагаю на сегодня уже нам закончить, уже больше двух часов. Ну или говори, сейчас говори, последний вопрос, и мы рассадемся, потому что долго уже. Хорошо, сейчас, секундочку, да, я сейчас скажу. Вы сказали, вы упомянули слово по поводу торговли в храмах. Никит, скажи ты, пожалуйста, во времена Иисуса Христа была торговля в храме? Ведь была же, он же разогнал, правильно, торговщиков? Конечно. Но здесь вопрос, да, вот здесь вопрос. А он после этого запретил ходить в храм своим ученикам и самому? Ведь он после этого же не запретил ходить в храм, правильно? Нет. Он понимал, что там в храме творится многое чего, но он не запретил. Почему он сказал, ибо дом, от самого его дома молитвы наличивается. То есть, что получается, кто там торгует, что делает? Иисус сказал, истинно говорю вам, велика награда им уже на небесах. То есть, ты когда идешь, ты иди к Богу. Вместо Моисеева заняли фарисеи и всякие саддуки и так далее. Вы не выполняйте, что они делают, а вы делаете то, что по Писанию они говорят. То, что я так думаю, что там в храме продается, что это не мое дело. Я прихожу в Бог чисто помолиться и уйти. Ну, каждый как хочет, так и думает. Я не знаю, у меня такое мнение. Я лично... Конечно, я осуждаю, конечно, да. Конечно, там торговля, там свечи торгуют, там это... Ну, я прихожу лично для молитвы туда. Все. Только у меня... Ну, это дом для меня молитв. А меня тоже, я тоже. Потому что приступи, я никогда там не ходил бы. Там торговля ведется, я был бы всегда. Но я православный, я понимаю, что это беззаконие. Но я терплю, я страдаю, я терплю. Начали, слава Богу, за все. Хорошо. Я предлагаю на сегодня закончу, потому что уже в 2 часа у меня будет 9 минут идет запись уже. Помолимся. И даст Бог в следующую субботу. У меня будет выходной день. И в воскресенье. Я напишу, там сойдемся, да? Хорошо? Хорошо, хорошо. Все тогда? Молимся тогда. Даст Бог в следующую субботу. Господь, что собрал на сегодня на это размышление. Столько людей из разных стран. Дал нам насытиться общением, размышлением о Слове Твоем. Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя, Господи. Приходи в наших сердцах в эту грядущую неделю. Да нам все, что встретится, принять, как из Твоей руки, Господь. Да с благодарением переносить всякие скорби и всякие невзгоды. Дабы достигнутом, Господи, спасения и обетования в Царстве Небесном. Слава Тебе, любящий Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Никита, большое спасибо. Спасибо, Вадим. Благодарю я вас за общение, прекрасное, хорошее. Надеюсь, увидимся. Это не последняя наша встреча. Спасибо, Христос. Всех благодарю. Всех благодарю. С Богом.